Смотрите прямо сейчас. Информационная программа «Наши новости». Добрый вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Василий Морозов, Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Ударными темпами. Кому снег на голову и когда прекратятся осадки? Приключения американцев в Сибири. Как живется Джастас Уолкеру на Алтае? Почему смеется веселый молочник? Пропитана временем. Каково это почувствовать себя солдатом Великой Отечественной? Барнаульцы приняли участие в масштабном квесте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К примеру, несколько дней не убирают накатанные наросты в районе улиц Липовой, 2-й набережной и до Кучаева. По этой причине в районе на днях произошла авария. Автомобиль выкинуло из колеи прямо на полосу встречного движения. Спасла водителя низкая скорость. И тем не менее машине нанесен серьезный ущерб. Сказать, что дорожники работают отлично не могу, но также не могу сказать, что они не работают. Дорожники по крайней мере стараются. Единственное, есть определенные нюансы. Понятно, что той техникой, которой вы располагаете, не хватает. В Барнауле с завтрашнего дня можно будет приобрести электронные проездные билеты. А сама новая система оплаты заработает в общественном транспорте Барнаула с 1 декабря. Пока ее внедрят только в автобусах большой вместимости, трамваях и троллейбусах. При этом пассажиры смогут выбирать оплатить проезд по старинке или купить электронный проездной билет, по которому, кстати, проезд будет на рубль дешевле. Приобрести его уже завтра можно будет на почте и в газетных киосках. Цена составит 100 рублей, а для льготников он будет бесплатным. Американский фермер Джастас Волкер, ставший известным в интернете как «Веселый молочник», обосновался на Алтае. Из Красноярского края, где он прожил более 20 лет, Джастас приехал около месяца назад и теперь планирует выпускать под собственной торговой маркой сыры и другие молочные продукты. Сейчас он строит в Солонешинском районе ферму. Василий Морозов побывал в гостях у Джастаса Волкера, чтобы выяснить, над чем так смеется «Веселый молочник». В мерзлую алтайскую землю «реккенбар» по-русски «лом» врезаются с трудом. Ну иначе яму в ноябре не выкопать. Джастас Волкер специально решил начать стройку своей будущей фермы в зиму, чтобы весной уже заняться хозяйством и не пропустить аграрный сезон. Трудно, но нужно. Зачем деньги терять? Параллельно готовятся основания под юрты. В них Джастас с семьей собирается пережить суровую сибирскую зиму. Фанерный пол, на них положили этот пенопласт. Сейчас рисуем, используем рулетку, карандаш и рисуем такой идеальный круг, по которому этот пенопласт обрезается. Все этапы стройки новой фермы попадают в видеоблок Джастаса, за которым следят тысячи человек. Популярность на обрусевшего американца свалилась в 2014 году, после сюжета о сыре и санных цех, в лицо которым Уолкер заразительно рассмеялся. Зачем? Зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. Так и стал веселым молочником, иначе и впрямь не назовешь. Ну хотя бы не сумасшедшим молочником, или грустным молочником, или диким молочником. На самом деле это такая ирония в моей жизни. 2014 год был очень сложный. Начало 2014 года мы там ребенка потеряли, там на 26 неделе. И мы прошли вот этот темный момент, то есть уже как бы на выходе из этой тьмы, и потом пришла вот эта вот известность, узнаваясь, как веселый молочник. Будущая ферма в 30 километрах от Солонешного, из которых 6 по бездорожью. Мобильной связи здесь нет. На Алтай Джастас переехал из Красноярского края в этом году. Развилась астма, вот и решил лечиться горным воздухом. Прошлое хозяйство пришлось продать, строить ферму с нуля. Здесь у Уолкера 120 гектаров, есть где разгуляться. Сами природные ресурсы, они просто меня переманили. Когда мы копаем септик, можно потом подойти, ну просто чернозем, да её кушать надо, просто ложка, не то, что там смотреть на неё. И очень-очень богатые природные ресурсы, и мне кажется, что здесь прямо должно всё получиться очень хорошо. Хорошо – это несколько видов сыра на козьем и коровьем молоке, вплоть до рикотты и феты. В планах поэкспериментировать с твёрдыми сырами, заняться овечьей шерстью. Чтобы помочь, приехали друзья. Дэниел, например, специально прилетел из США. Я знаю Джастаса 10 лет. Я по-настоящему наслаждаюсь работой с моим другом Джастасом. Я верю в то, что он делает. На стройке каждый день с 9 утра и до 6 вечера, без выходных. После – в Солонешное, где живут у друга. Там ждут жена Ребекка и три дочери. Пока папа работает, мама учит детей читать и писать. Вместе получается только завтракать и ужинать. Объединяют традиции. Без песни молитвы не обходится ни одно застолье. Песни на английском, всё общение в семье тоже. С остальными в России говорят по-русски. Даже с Богом. Возможно, чтобы наверняка услышал и помог. Ведь для воплощения мечты весёлого молочника Джастаса здесь, на Алтае, ещё предстоит сделать очень много. Погослови вас сегодня на этот день. Василий Морозов, Павел Лауронин. Наши новости. Около 100 рублей составит размер курортного сбора. Такая цифра прозвучала в Совете Федерации. Как пишет полиция БРУ, со ссылкой на главу Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, специалисты склоняются к одноразовому сбору, чтобы человек не почувствовал большой нагрузки на семейный бюджет. При этом, добавил Рязанский, в свой следующий приезд турист должен увидеть улучшение состояния курорта. Напомним, курортный сбор было предложено ввести для улучшения инфраструктуры туристических зон в пяти регионах страны – Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и на Кубани. Добавим, что сам законопроект о введении курортного сбора всё ещё разрабатывается и должен быть принят к 1 мая 2017 года. Настоящую войну энерговарам объявили энергетики. Выявлять факты хищения электричества и пресекать их, они теперь будут не только днём в рабочее время, но и выходные, и по вечерам. В поздний рейд с бригадой электромонтёров Алтай-Краэнерго отправился Алексей Янкин. С осени контролёры Алтай-Краэнерго перешли на новый график. Постучать в дверь энерговору они теперь могут днём, вечером и даже на выходных. Этот свежий наброс инспекторы обнаружили как раз поздно вечером на улице Ударная в Новоалтайске. А в ответ тишина. Контролёрам энерговоры, как правило, не выходят, но от ответственности не спрятаться. Прямо на месте инспекторы составляют акт безучётного потребления. Хозяину дома теперь придётся оплатить крупную сумму, равную счёту за электроэнергию за полгода. Это ещё хорошо, что никто не пострадал, говорят энергетики. Нередко наброс ведёт к обгоранию проводов. Если он упадёт на человека, вероятен летальный исход. Если на здании – пожар. Как видим, провод очень тонкий, ненадёжный. Сигналы о хищении электроэнергии в Алтай Краэнерго поступают ежедневно. С начала года инспекторы новоалтайских МЭС составили акты на безучётное потребление более чем полутора миллионов киловатт-часов. Последнее время бригадам часто приходится наведываться и к должникам. Абонентам счётчик, у которых есть, а вот оплаты за услуги давно нет. Отключать их от электричества по закону можно уже после двух месяцев просрочки. Часть людей приходит тут же. Некоторые только подъезжает машина. Подождите, не отключайте, бегут в кассу. Оперативно созваниваемся. Не отключаем. Некоторые после отключения. А после отключения – это соответствующая оплата отключения-подключения, выезд бригады, есть дополнительные расходы. Чтобы вновь подключиться к сетям, абоненту придётся выложить порядка четырёх тысяч рублей. Энергетики намерены жёстко бороться с энерговорами и неплательщиками. Выбора у них, похоже, нет. Ведь электроэнергию они сами покупают на общероссийском оптовом рынке, где недопустим даже один день просрочки платежа. Алексей Янкин, Андрей Печёркин. Наши новости. Крупный пожар произошёл в минувшие выходные на моторном заводе. Происшествие случилось в ночь на воскресенье в трёхэтажном панельном корпусе, который ранее принадлежал машиностроительному предприятию. Спасателям сообщили об инциденте, когда здание уже вовсю полыхало. Ликвидировать возгорание удалось довольно быстро, менее чем за час. Для этого МЧС пришлось задействовать 6 единиц техники и более 20 сотрудников. В результате случившегося повреждена внутренняя отделка стен, а также вещи. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Случаев гибели и травмирования людей допущено не было. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнём. На Алтае растёт спрос на финансовых специалистов. Сегодня они востребованы в самых разных отраслях бизнеса, а только компания «Росгосстрах» нуждается более чем в тысяче грамотных консультантов. Эксперты рынка страховых услуг отмечают – менталитет соотечественников постепенно меняется. Всё чаще, наряду с добровольной защитой недвижимости, жители страны, в том числе нашего края, страхуют свою жизнь и здоровье. Вот только на Алтае катастрофически не хватает страховых агентов. Не менее 1200 человек агентов необходимо привлечь в компанию тех людей, которые и могут, и хотели бы зарабатывать денежные средства. Плюсов у профессии страховой агент, отмечают эксперты, немало. Неограниченная зарплата, возможность карьерного роста и гибкий график работы. К тому же компания «Росгосстрах» предлагает массу возможностей для повышения профессиональной квалификации своих сотрудников. Елена Макаренко, Николай Шилко. Наши новости. По пути героических земляков. В краевой столице прошёл квест, посвящённый битве за Москву. Более 30 команд со всего края обошли весь Барнаул в поисках мест, связанных с историей Великого сражения. В своём маршруте им нужно было отмечать памятники, здания бывших госпиталей и училищ. При конструкции исторического события участвовала и наша съёмочная группа. Это сейчас, победа в войне, как и успех московского сражения, очевидные факты. А 75 лет назад, в это же самое время, советские войска находились, казалось бы, в беспросветной обороне. Пройти путь московской битвы, как квест, задача тоже требующая подготовки. Пусть не военной, но хотя бы исторической. Сколько дней длилась оборона Москвы? Хотя пишут только временные рамки, а именно сколько дней не посчитано. И какие потери были за вот это время? Там очень много и всё не перечислить, то есть невозможно же всё запомнить. Для девушек предпочтительнее оказались вопросы скорее философские, вроде «Зачем нужно защищать Родину?» И, конечно, по дорогам бессмертного полка не пройтись, не зная роли наших земляков в театре военных действий. Чего стоит тот факт, что сразу четыре алтайские дивизии принимали участие в защите столицы? Знаменитая какая-то битва на разъезде Дубосекова про панфиловцев. Постоянно развенчивают этот миф. Что я считаю, как миф, считаю, что это миф. На самом деле это сущая правда, просто немного где-то приукрашено. Найти в городе свидетельство о подвиге панфиловцев или танк Т-34 кульминации исторического квеста. Навигаторам пользоваться не запрещается, ведь нужно обижать десятки мемориальных табличек. Ну и, конечно, в таком деле нельзя не прикоснуться к музейной пыли. Одно из самых сложных заданий квеста — это фактически без единой подсказки. Найти в музее два артефакта, связанных с историей битвы за Москву. Команды справляются с заданием с переменным успехом, однако на самом деле ответы очень простые. Это медаль за оборону Москвы, а также капсула с той самой землей, с полей сражения, которую привезли поисковики на Алтай несколько лет назад. В военно-историческом музее небольшая передышка. Урок мужества от матери героя Советского Союза Константина Павлюкова, погибшего в Афганистане. Кстати, у этой войны и у московской битвы было кое-что общее. Операции под названием «Тайфун». Эта война вроде была за свою землю, а эта война, ну, для нас не всех понятно, что же это за война. И, по-моему, до сегодняшнего дня все еще не ясно. Ясно ли это молодежи с навигатором, ищущей места боевой славы Алтая, вопрос не риторический. Ведь все, кто прошел по дорогам квеста, к истории точно неравнодушны. И не только. В День Победы. Екатерина Гаськова, Александр Антропов. Наши новости. Волейбольный клуб «Университет» впервые в истории взлетел до небывалых высот. Взобрался на вторую строчку в турнирной таблице, а на один тур и вовсе возглавил рейтинг. С результатами выездных игр «Университета» и другими новостями спорта познакомит Кирилл Политов. Зеркальный результат. Клуб «Университет» обменялся выездными победами с лидером чемпионата. В очередном туре из Суперлиги А в Ярославле барнаульцы померились силами с местным Ярославичем. В первой игре команда Ивана Воронкова одержала победу 3-2. Тут, что называется, на грани. Но дело в том, что первые две партии студенты выиграли с минимальным преимуществом в два мяча. А в пятой и вовсе горели 12-9. Оказалось, рано радовались местные болельщики. «Университету» удалось переломить ход поединка и буквально выстрадать победу в партии 16-14. Днем позже в повторной игре барнаульцы все же уступили 2-3. После 10 матчей первенства «Университет», растолкав лидеров локтями, занимает вторую строчку. Такого в истории местного волейбола. Еще не было. Хоккейный Алтай словно скопировал результат коллег из университета. Красно-синий в Тамбове выиграли и проиграли. В первой встрече хозяева дважды вели в счете. Барнаульцы не только догнали, но и перегнали соперника по заброшенным шайбам 4-2. Очередная, уже неизвестная, какая по счету волевая победа Алтая. Успех во втором матче и не удалось повторить. Мало того, тамбовские волки оказались точно не товарищами и размазали по льду дружину с Алтая 9-2. Сейчас Барнаульцы на четвертом месте и готовятся к домашней серии против Славутича из Смоленска. Усиление защитников ожидается. Да, вот сейчас ребята уже двое подъедут. А молодые, они выполняют свою задачу. Забивают, правда. Сегодня вот академизмом начали заниматься, пасы искать. Ну ничего, они молодые, видимо через это надо пройти. Вот пришел тот, кто отбирает у вас деньги. Экс-защитник футбольного «Динамо» в откровенном интервью одному из интернет-порталов рассказал о карьере в Барнауле. Кирилл Суслов поделился впечатлениями о тренировочной базе клуба, которая, по его словам, выглядит, цитирую, «деревня деревней» и поведал миру о местных скандалах. За сине-белых Кирилл Суслов отыграл один сезон, сейчас играет в Норвегии. Кирилл Политов, наши новости. Звоните к нам в редакцию 722-440, а у нас все новости. Хорошего вечера вам и до встречи.